И первое телевидение, не сегодняшний ящик, окно, говорят, в мир, да? А первое телевидение или возможность видеть вдаль, мы находим, посмотрите, вот в этом тексте, Евреям 11 глава. А может быть, вы сами найдете, где мы это видим? Что там? В каких текстах? В каком месте об этом написано? Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онды. Издали видели онды. В чем суть веры? Наверное, увидеть то, что мы не можем сегодня ощутить. Когда человек что-то реально имеет, это не есть вера. Если у меня лежит конфетка на столе, то говорить о том, что я в это верю, смысла нет. Проблема может быть в другом. А почему Бог сразу нам не дает, ожидая? Природа человеческого ума получить сразу. Почему? Вот мы с вами верующие, мы покаялись, мы хорошие. Почему нам сразу, почему Бог Израиля сразу не перенес в землю хананскую? Там ход это 10 дней. Соглядота и пошли вот там, и все посмотрели за 10 дней, вернулись. Вспомните, пришел ангел Филиппов, взял, перенес 120 километров, раз в мгновение ока. Ну, для Бога составляет проблему взять людей и пришел к Господу, покаялся. И сразу же ты получаешь все благословения здесь и в вечности. Или наоборот, сразу в Царство Божие, сразу в рай. Почему? Почему нужно вот с момента побыть наследником и видеть вдалеке? Почему? Да, пожалуйста. Ведь Господь, Он спасать пришел, ну как написается, смотри, а не губить. И поэтому те, те, это, канадские народы, они тоже для спасения сотворены, они не для погибли. Поэтому Господь, видя, что они еще чаще не наполнили мерзости, вот, Он долго терпел их. Ну, брат Василий, я согласен про них, они там грешники. Ну, я-то уже, какой я уже грешник, я уже хороший грешник, я уже святой грешник. Чего меня не спасти сразу, сразу в рай? Пожалуйста. Благодарю. Зачем? Испытание. Чего меня испытывает? Если он не пройдет это испытание, он ничего не... Зачем? Вопрос, зачем? Испытание, зачем? Укрепить ее, укрепить ее. Друзья, мы здесь оказались, как сегодня сестра Зоя говорила, в школе. Можно мне сразу выдать аттестат об образовании? Что, в государстве бумаги мало? Можно. Бумага все стерпит. И сразу там напишут. Пять, пять, пять. Сестра показывает, в голове это ничего нет. Так и здесь. Можно ли мне сразу в рай? Можно. Ну что я там буду делать? В раю. Написано, если нечестивый будет помилован. Не научится. Не научится, правда. То есть, если я здесь завистник, я там буду завидовать. Если я здесь букобяк, я там такой же буду букобяк. Нам дается время и возможность для обучения. И вопрос, когда мы говорим испытания, веры. Давайте перейдем на современный русский язык. Контрольная работа. Что такое испытание? Контрольная работа. Маленькое испытание. Зачет. Большое испытание. Экзамен. То есть, нужно или не нужно? С позиции ученика не нужно. Что радует ученика? Я не имею ввиду таких особо, как нормальный ученик, простой ученик. Что радует? Что ученику близко? Чтобы школа сгорела, а учителя, чтобы в вагоне прогрели. Умер. Вы понимаете? Ура. Вы представляете, что делается? А на самом деле, обучение, это важная часть жизни. Да, пожалуйста. Бог нам дал это, потому что не каждому понравится царство небесное. Потому что, вот так сейчас сказали, что царство небесное, каждый ищет по-своему, по-своему состоянию, характера, и что туда пришли люди, которые действительно не нуждаются. Это правда, я скажу, что Господь, каждый, вот когда люди говорят, Бог наказывает, или Бог там благословляет, мои дорогие, каждый получит по желанию своего сердца. Честно. Вот, чего ты хотел, туда ты и попал. То есть, результат окончательный будет по желанию своего, твоего сердца. Поэтому здесь сказано, что вот эти люди, как брат Валерий прочитал, только издали, видели оны и радовались. И говорили о себе. Что? Что они говорили о себе? Послание евреев. Не просто говорили о себе, а как они себя позиционировали. Как они себя видели здесь, на земле. Странники и пришельцы. А что это за статус, странники и пришельцы? Как вы себе представляете? Вот, что это за уровень сознания, странники и пришельцы? Они понимали, что они на своей земле, они верили в то, что им Бог обещал. Мне приходится много путешествовать. Когда я путешествую, у меня все необходимое в моем рюкзаке. Этот рюкзак при мне. И там есть все необходимое для жизни. Все помещается в один рюкзак. Все, что нужно для жизни. А домой хочется? Но, когда я прихожу домой, мой рюкзак отправляется на отдых, да? В путешествии человек обходится менее. Он не может весь дом с собой взять. Но дома у него и к дому есть стремление. Где бы ты ни был, сколько бы ты ни путешествовал, ты стремишься оказаться дома. И это особое умонастроение. Мне пришлось общаться с людьми без определенного места жительства. У них нет этого стремления домой. Потому что нет самого дома, нет осознания самого дома. Поэтому мы говорим, что человек этот опускается. В каком смысле опускается? У него нет цели возвратиться домой. У него нет цели прийти к концу своего путешествия. Он где остановился, там он и был. Это не странник, это не пришелец. Это Божий. Странник и пришелец, это человек, где бы он ни был, какие бы обстоятельства жизни его не встретили, но он возвращается в своем сознании, в своей памяти домой. И для кого-то этот дом, это дом нашего детства. Правда? Возвращается человек в память. Вот здесь я бегал, вот здесь я бегал, вот здесь это мой дом, вот это мое крылечко. Мы как-то общались с Вовой. Да, он рядом сидит, и так мне, как ненаглядное пособие попался. Казалось бы, вот сколько времени он здесь, да? Начинаем о чем-то говорить. А как дома хорошо? Правда? А родной дом, а родная улица, а родной воздух, а лес в одной возле дома. И вот, что такое вера? Вера это не набор каких-то догматических принципов. Вера это когда я чувствую, что как бы мне не было хорошо. Это не мой дом. Это вера. Или когда мне в жизни настолько плохо. Мне не душу подобается это при низких словах, скажет скрутно. Слышите, скрутно. Все. Меня жизнь на лопатке. А мысль, у меня есть дом. Вот вера это когда человек, вот мы видим, они себя виделись, мы странники пришельцы. Но они всегда смотрели и радовались. Есть дом. Есть мой город. Есть моя родина. Есть у меня друзья, которые уже многие перешли. Уже, знаете, приходит такой возраст, когда ты оглядываешься, и уже большинство твоих друзей, близких, родных, они уже там. Они перешли. И Ордан. А ты еще здесь. И когда ты ожидаешь пришествия Иисуса Христа, ожидаешь воскресенья. Сестра Ватит очень красиво описывает ее опыт и видение. Великой борьбе, когда мы встретимся с нашими родными, с которыми нас разлучила смерть. Потрясающее желание, потрясающая встреча, потрясающее стремление. И мы возвращаемся к нашему уроку. Первое, на что мы обращаем внимание в этом отрывке Священного Писания, это то, что все они были наследниками. Что значит наследник и чем он отличается от получателя? Наследник и получатель. Пожалуйста, Ваш ответ. Что значит наследник? И что значит получатель? Наследник, например, не получает от наследователя что-то. Ну, конечно, по человеку. Как не получает? Бумажку получает. Он автоматически получает от того, что он завещает. Ничего не получает. Пока не умрет. Совершенно верно. Все правильно. Алифтин Ивановна очень правильно сестра сказала. Что такое наследник? После смерти наследник. Я был наследником. Да. Было на меня написано завещание. И я был наследником, ни много, ни мало, более 27 лет. А потом тот, который мне завещал, сказал, говорит, а я напишу на другого завещание. Друзья, что такое наследник? Наследник – это тот, который надеется наследовать, но он не вступил в свое наследство. И когда мы говорим об Аврааме, что он наследник, что это означает? Что он прожил всю свою жизнь, Бог его не обманывал, но он в свое наследство не вступил. Когда мы говорим, что мы наследники и со-наследники обетования, это означает, что и наша жизнь, по милости Божией, может увенчаться пришествием Христа. Может. И мы вступим в наше наследство, которое для нас хранится. Верен обещавший. Но может быть, что наша жизнь и закончится, а в наследство мы так и не вступим. И многие люди сегодня, знаете, для них это катастрофическая мысль. Говорят, я уже пять лет Богу служу, пять лет молюсь, на собраниях хожу, субботу соблюдаю. И ничего. Ну, он же обещал, да, все там, рай, царство, ничего. А я уже десять лет, да. И Бог столько обещал, и ничто. Как это, ну? И у человека вера его может ослабить. Я уже двадцать лет молюсь Богу, у меня на огороде картошка не растет лучше, чем у соседей. Ну, 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 смысл, как? Чего верить? Наша вера должна покоиться на моменте обетования. Доверие Богу твое не пропадет. Но сегодня у тебя статус не получательный, а наследник. И вот если человек этот статус принимает, наследник, сонаследник Ежа Христу, его вера не будет зависеть от видимых проявлений божественной милости и благодати. А если он эту мысль не сможет местить, у него будет постоянное разочарование. Боже, ну ты же мне столько наобещал, ну как же так? И, понимаем? Мысль понятна? Значит, очень важно, что здесь подчеркивается момент наследника. А кто-нибудь тексты библейские знает про странников, пришельцев, про наследников? Вот вы читали в Библии такие тексты? Может быть, кто-то сможет процитировать такие тексты? Вообще, кто о себе говорил? Странники, пришельцы, кто учил? Пожалуйста. Кто сказал, Давид? Пожалуйста, Светлана Геннадьевна. Слава, Давид, Боя, и Боя, и Странник у тебя. У тебя, да? Давид, действительно, великий Давид. Пожалуйста, еще кто мог сказать о себе? Что он, Странник? Он брат Георгий. Слушайте, Давид и брат Георгий. И Странники, да? Давид, да. На самом деле, быть странником, еще раз повторюсь, быть путешественником, это особое настроение. Как только вышел за порог с билетом в руках и с чемоданом, это особое настроение. Оказался на вокзале, есть разница. Ты пришел на вокзал встречать или ты уезжаешь? Есть такое ощущение. В аэропорт пришел, ты улетаешься, у тебя другое настроение, у тебя другие мысли даже. Вот об этом сегодня мы и читаем, и изучаем. Верующий человек, это человек легкий на подъем. Почему? У него есть конечная, так сказать, цель или же пункт назначения. Он понимает, что в дороге всякое может быть. Это дорога. Где-то потерялась, где-то украли у тебя, где-то тебя подвели, где-то ты то. То есть, дорога есть дорога. Сестра делилась сегодня, как она путешествовала вчерашний день и добралась с трудом к нам. С Божьей помощью. С Божьей помощью, да. Но это путешествие. Вот так и жизнь. Это путешествие. А есть цель. Здесь же представлен и город, которого художник и строитель Бог. В книге Откровения есть подробное описание этого города. Такое символическое, очень нарядное описание. Расскажите кто-нибудь, как вы видите этот город? Что вы читали об этом городе? Какую надежду этого города? Как вы себе представляете это место? Странно надежда, я вижу, у вас есть такое вот... Есть представление о этом городе? Да, это мечтать. Боюсь даже мечтать. Но представление есть? Представление имеешь, но... Поделитесь. Какие представления? Что это за город такое? Напишите, что на мировой детской классе не вышло ухо, что приказала тебе. Это библейский текст. Но вот, вижу, я себе могу сказать, что я как человек земной, превышший вот по всей этой обстановке, мне трудно представить, что ожидает там того, кто туда выйдет. Мне трудно представить. То золото, которое есть, там совершенно другое. Те алмазы, сапири, жемчуга, жемчужные ворота, как? Как это ворота? Это жемчужие. Мои как-то... Ну, на человеческом языке, первое, как автомобилист, там не будет пробок. Там удобные транспортные развязки. Там бомжей не будет, там у всех будут дома, да, личная квартира с ванной. Что-что? Ну вот, Левсина Ивановна мне прямо мечту всю зарубила, накормила. Сказала, там ничего этого не будет. А что там будет? Ну вот, вы мечтаете, о чем вы мечтаете? Куда вы собираетесь? Куда вы собираетесь? Куда вы собираетесь? А? Пожалуйста, сестра. Лес. Красивые там, животные ходят. Река. Купаешься в этой реке. Как всегда, виноград. Слушайте, а вы замечаете, что мы все-таки материалисты? Мы сравниваем с тем, что нам особенно близко. Река, горы, лес, поля, да. И вот даже сестра Вайт описывает, говорит, мы вышли за город, а там поля, а там вот этот... Вот, а лес там, значит, тени не будут. Мостол какой-то. Да, то есть мы с вами можем воспринимать духовный мир только через призму нашего опыта. И это хорошо. Ну почему? Два раза во сне я видела красоту, красоту, действительно, земную красоту. Я в своей жизни вообще не видела этого слова. А я не увидела. Москва – это город. Слушайте, то есть Царство Божие – это как Москва. Все, у меня сразу предназначено метро. Метро. В Иерусалиме, в новом Иерусалиме, замечательное метро, светлое. Сити-хоп. Сити-хоп. Красная площадь. Марифи-хоп. Чудесно. Друзья, Авраам не был в Москве. Но он искал города, который имел основание строительным создателем, или же генеральным архитектором, у которого был Бог. Вот на этом наши фантазии могут остановиться, правда? То есть тот высший, который создал планетарные целые системы, он является автором и создателем города. Я думаю, что каждый элемент, каждая улица, каждая вот мелочь, оно там продумано в самом высшем смысле слова – совершенство. А можно опустить нашу мечту и сказать, хуже не будут? Друзья, хуже не будет. Если они желали… Прочтите, пожалуйста, этот комментарий со слов «Если они желали». Найдите в своем уроке. Если они желали, они могли иметь дом на этой земле. Это да? Да. Земля Халдеев была так же плодородна, как и земля Палатины, и она вполне подходила для их временного дома, как любая другая. Но ничто из этого не могло удовлетворить их, ибо они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Страничка 74. Есть интересный текст, книга Бытие, 13 глава, 10 стих. «Лот возвел отчество и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели стремил Господь Садому Гамору, вся до сегора орошалась водою, как сад Господень». С чем сравнение было? Как сад Господень. Как едемский сад. То есть, древние люди сравнивали что-то доброе, вот какое-то благополучное, а это как в раю. И мы сегодня говорим, как в раю, да, когда что-то особенно приятное, да, удовлетворяющее. Как так? Как в раю. Как ты живешь? Как в раю. Как у Христа за пазухами, да. То есть, у нас замечательная битовая. Страивьте меня, простите. Я говорю, а кто видел рай? Вот каждый, как в раю живет. Одни живут в землянке, как в раю. Другие, вот, была пропасть. Другие живут в особняках, имеют теплые полы, тоже живут в раю. Здесь кто как чувствует, наверное, жизнь. Каждый, как у нас живет, свой раю. Вот, кто где как живет, так он и чувствует себя. И поэтому я считаю, что, я не знаю. Вы правы. Там будет красиво. Я вам скажу, что для Хрюшки, например, ее рай отличается от моего рая. Да, можно устать. Не сделано. А песню известный мирской певец поет про ресторан. Говорит, где-то здесь начинается рай. Для меня, по самому тексту песни, очень сомнительное такое место. Знаете, ну, я уважаю ресторан, как место, где человек может покушать, пообщаться. Время от времени даже и меня приглашают. Я приглашаю. Я очень благодарен Алине Георгиевне. Я никогда не забуду день ее варенья в Золотом пляже. Золотой пляж, да, это называлось? Там, на берегу. Нет, нет, нет. Еще? Нет, нет, нет. Алла Георгиевна, это когда еще не было вам по 17? Это когда был Золотой пляж, Золотой берег или что-то такое вот там возле ударника. Золотой берег. Да, Золотой берег, да. Друзья мои, но здесь человек смотрит на сомнительное, увеселительное место и говорит, где-то здесь начинается рай. Поэтому для свиньи рай должно быть очень запашисто. А вот здесь мы читаем интересную такую мысль. Смотрите. Ничто не могло удовлетворить их. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Пользоваться миром с ним не грех. Это нормально. Мы не фанатики, мы не люди крайностей. Все, что Господь дает нам, как возможность пользоваться, нужно пользоваться. Не оставляй на завтра, что можно съесть сегодня. Это ненормально, когда у человека есть нездоровое накопительство, и он откладывает, вот это я одену когда-нибудь. Человек должен пользователем быть в этой жизни. Есть что-то хорошее, носи. Ешь что-то вкусное, съешь. Есть что-то такое, используй. Сегодня ты не знаешь, завтрашний день, что может принести и куда оно пойдет. То есть здоровый гедонизм, здоровое пользование этим миром, это нормальная библейская обоснованная вещь. Человек должен получить эту радость и удовольствие. Но, они, говорит, стремились к лучшему. То есть, к небесному. И там дальше продолжение этого текста. «Посему и Бог». А у меня вопрос. Бог что? Странно. Кто сказал? Странно. «Бог не стыдится называть нас своими детьми, когда мы радуем его». Смотрите. Бог не стыдится. Почему? Они искали лучшего, небесного. А вот следующая статья написана иллюстрация с Исааком. И здесь приводятся два примера жизни Исаака. В земле Филистинской и в Герарии. Почему они приведены здесь? Пожалуйста. Что особенно в судьбе Исаака? Он пришел временно пожить в земле Филистинлян. А потом со временем он пришел в Герарии. И в одном случае, и в другом случае у него были неприятности. Пожалуйста. Какие? Сестра прямо забегая вперед сказала. Завидывали ему. Согласен. У вас есть свои завистники? Есть. У меня сразу сестра Светлана попала так вот перед глазами, как наглядное, ненаглядное пособие. Да. Но если у человека нет завистников, я вам скажу, вы в этой жизни что-то потеряли. А какие были ситуации у Исаака в земле Филистинской? Что там произошло? Кто учил урок? Что там написано? Не, 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 это в Герарии. А в земле Филистинской? А в земле Филистинской? В земле Филистинской. Ну, посмотрите, вот страница 75. Светлана Ивановна. Он пришел в землю Филистинскую, и у него как поперло богатство. И у него, не у кого так, а у него и скота, и пахотные земли он купил, и чмень у него растек, и все, к чему не прикоснется, у него получается. И филистинляне все вокруг посмотрели на его удачу, все обрадовались, и сказали Исааку, что сказали Исааку? Удались отсюда. Слушай, уходи отсюда. Уходи. Что-то ты сильно богатый, счастливый, и у тебя так все хорошо, ты нас раздражаешь. Давайте здесь возьмем для себя урок следующего порядка. Мы можем быть детьми Исаака. Мы можем быть детьми филистинлян. В каком случае мы становимся детьми филистинлян? Когда проявляем Саак. Когда смотрим у сестры, у брата, у соседа, у человека, что там получается лучше, богаче, удачнее. Господи, да что ж такое, как брат сказал, у этого радость в землянке, да, сестра Исаакуна, да. А надо же, буржуй, опять строит. А вон, а ячменя, а у меня, а у меня только два дома, у него уже три. А, и вы понимаете, что происходит с человеком? Он становится детьми филистинлянами. По духу. Завис. Люди умудряются завидовать даже Богу. Да. А знаете как? Тебе хорошо, у тебя все есть. Я слышал, как одна сестра делилась своим печальным опытом, она говорит, а у Христа вот семьи не было. Вот он не знает, как это вот здесь, да. Он не был женщиной. Вот как здесь страдать? Вот он был... Слушайте, люди бывают, в своих рассуждениях заходят очень и очень глубоко. Мои дорогие, дух филистинлян выражается следующим образом. Стали завидовать ему. И Абимилек сказал Исааку, удались от нас, ибо ты стал гораздо сильнее нас. А теперь я читаю дальше, что в Библии написано. И Исаак сказал, а че это я уйду? Не читали такое? Нет. А я в суд на вас подам. Это моя жизнь. Я честно ее купил. Все, смотри, завидуют. А это мое все. Что сделал Исаак? Написано, он ушел. Это очень высокий, да. Это очень высокий. Почему? Ну, обидно. Обидно, когда тебя, ну... Ну, ни за что. Ну, я же у тебя ничего не взял. Я тебя ничем не ущинил. Человек честно заработал. Ну, урожай от Бога. Ну, за что ты меня завидуешь? Ну, за что ты меня ненавидуешь? Ну, я же теперь ничего не сделал. Исаак не проявил духа ненависти. Он встал. Я об этом проповедую. Но это очень, знаете, очень тяжело. Ну, так мы становимся филистимлянами. Когда мы проявляем дух филистимлян. Помните Христос, Евангелие от Иоанна, 8 глава? Он говорит, не думайте говорить о себе, мы дети Авраама. Если бы вы были дети Авраама, вы дела бы Авраама делали. А также Христос сказал, кто их отец. Почему? А вы хотите исполнять похоти Отца вашего. То есть, чей дух мы проявляем? Вот, выйду я утром, посмотрю, скажу, ооо, это все я построил. Чей дух? Дух нового худоноса? Дух безумия нового худоноса. Вот. То есть, разный дух. Или, пойду все на виду, где советская власть, чтобы не оставлю. Вот, 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 помните дух какой был? То есть, Библия это книга образов, в которой мы можем себя примерить. Одежду того или иного персонажа. Исаак так не поступал. Пришел в Герар, выкопал, простите, не выкопал, а восстановил колодец Авраама. Что дальше в этой истории? Сестра Людмила. Читали историю в Гераре. Что дальше? Сестра Мария, что дальше? А? Герар отобрали постыки. Слушайте, и там пришли друзья. Добр, вот, есть хорошее слово, доброжелатели. Или аноним. И мы читаем, а что мы читаем? Поделитесь. И вот опять он двинулся отсюда. Стали припираться с ними, говоря, наша вода. Слушайте, Исаак, как ненормально, идет в другое место, выкапывает второй колодец. Ну, ты же мужик, ты же бороться добрый. Наша земля, наша вода, наша. Дальше. Когда он накопал голодец, ее назвали Сипна, спор. Сипна. Нам получил, Господь ему благословил этой водой. И люди видели, что это он не сам такой, а он сотрудничает, Господь с ним. Дружит. Смотрите, вот в Библии есть такое выражение непонятное. Терпением вашим спасайте души ваших. Очень часто ситуация разыгрывается для того, чтобы человек смог вот эту мысль вместить. Я должен научиться терпению, я должен научиться смирению. Вот и все. Я просто не смирен, я должен этому научиться. Это мой урок. И единственная возможность научиться этому, это уйти от спора. Просто уйти от спора. Найти способ уйти от спора. Буквально на этой неделе для меня, вот я был, как Исаак в Герале. Да, я победил. А знаете, что получилось? Приезжаю я к дому. Придчиваясь, это на моем месте. Поразит. Поставь ниже. Так поставь же машину, как человек. Там три машины помещаются. Он умудрился поставить ее так, что стоит только он один. Не три. Три можно поставить. Три. Мы троем ставим. Он поставил. Ну встать же на полметра хотя бы. Пол. Мне хватит вместиться. Нет. И у меня такая христианская. А где справедливость? Ну ты ж баран. Неужели ты не понимаешь? Так где поставят? Ну ты, ну ты, ну ты, кто тебе, где ты права купил? Да кто тебе их выдал? А где справедливость? Где советская лазь? Слушайте. То столько текста. Я ничего не высказал. Некому было. Потому что вечером приехал. Слава Богу, никого не было. А то б я на пять минут как стал бы неверующим. И потом вот эта мысль. А как же там терпеть же вот это смирение? Все. Взял и поставил рядышком. Чтобы он не вылыл, да? Нет. И вы знаете, что интересно? Утром просыпаюсь и ничего не произошло. Он себе посыпает. Жизнь продолжается. Все, все, все хорошо. А возмущение? Були. Були сколько оттуда поднялось? Були. Були. Вот почему мы с вами здесь. Да. Чем я не хотел про Исаака сказать. Да. Про меня не хотите, про Исаака. Ну давайте. Он не прилагал усилий, чтобы овладеть домом и состоять. Исаак воспитывался с Авраамом. Узнал, что Бог общается с его отцом. И воспитание вот это было в характере Исаака. Поэтому он не выступал как наш проповедник сейчас. Сложитель против меня. Значит не любит. Он просто понимал, что не стоит заниматься. И он уходил. И уходил. Вот говоришь, тяжело подняться. Надо, тяжело подняться. Куда вот я унизу оставлюсь в парусе туда? Куда я пойду? А там было просто. Земля вокруг. Другой Бог с ним. И он шел в другое место. И в другом месте он устраивал эту жизнь. Я всегда считаю, зависит от нашего действительно характера. Внутренне устроено. Человек. Что мы себя представляли. Иногда мы кичимся. Такие, такие, такие. Но внутри каждый человек из нас посмотрел, что у нас там делается. Да, друзья мои. Мы не призваны бросить квартиру. Мы призваны к тому. К нам в квартиру не придут. Так сказать. Они не каждый раз придут с нами поспорить. Но когда мы выходим на лесичную клетку. Когда мы выходим со своего двора на улицу. Вот здесь избежать бы вот этого спора. Уже ладно. В своей квартире, там где я чувствую себя хозяином. Там я поспорю. Но когда я не в своей квартире. И начинаю. Вот этому будем учиться. Да, брат Василий, пожалуйста. Я вот это хотел отметить. Что когда Авраам связал. Ну, начал связывать Исаата. То Исаат не сопротивлялся. Ну, старикам он мог оттолкнуть. Там он бежать. Вот он же молодой, сильный. И вот он, если с собой решил пожертвовать. Вот так, добровольно. Добровольно. То вот эти колодцы для него это мелочи были. Если он свою жизнь дорогую, как говорится, для человека. Самый дорогой его не пожалел. То для него эти колодцы были мелочи. Поэтому мы тоже должны, как говорится. Если когда не жалеем свою жизнь ради Христа. То для нас мелочи все основные будут. И все это они. Да, пожалуйста. В сути жизни Авраама, он тоже не стремился к тому, чтобы где земля не было богатства. Когда у них с пастухами вышел спор, пастухи Горда и пастухи Авраама, он предоставил возможность как угодно сделать выбор. Хотя он мог как старший, мудрее. Он мог сказать все старшие, но все равно это играемо ритмурно. А еще лучше, когда мы обучаем это мы и другом. В еврейских семьях важно было, чтобы человеку дали профессию, или без слов, чтобы человеку не заработал. Это они, да. Но не ставить первостепенной задачей перед теми земного. А вот именно научно. Да, вклад в жизнь. Обладить послушанием. Вот как Исаак послушанием обладел. Это Абрама от отца, да? Ну, просто отец так воспитал его. А послушание оно приводит в великим жертвам. Если он послушен, значит, научим послушен-то хорошим, добрым. То он всегда будет таким. Многое выносит человек из своей семьи, но я не могу согласиться, что все от воспитания. Потому что, например, мы знаем два брата. От одного у папы, от одной мамы. А было два. И они у нас есть здесь в уроке нашем. Рядышком был братец Исаак, да? Такой. С другой характер. То есть сам корень души еще очень важный. Что из себя представляет такой человек. Но у нас положительный персонаж, который показывает здесь момент, что будучи злословим, не злословил взаимно, страдая, не угрожал. То есть высокие нравственные качества, которым нам следовало бы стремиться. А что касается овладения материальным собратьям, мы должны помнить, что в Писании написано «Серебро и золото мое, как это Господь». И земля, да, Господня. И все, что наполняет ее. Человек, безусловно, должен трудиться в меру своих сил, возможностей. Одно из проклятий – это праздность, когда человек лентяй. Это проклятие. Но в сознании человека должна быть глубокая убежденность в том, что Бог дает и мудрость, и умение, чтобы человек мог заработать, чтобы человек мог получить эти благословения. И мы должны помнить, что не от нашего усилия зависит даже этот результат. Есть люди, которые работают тяжелейшим трудом, в адских условиях, шахтеры. Но это не самые богатые люди на Земле. Мы должны помнить о том, что Бог дает богатство. Бог меняет обстоятельства. И жизнь подчас такие сюрпризы приносит, что богатые становятся бедными. А бедные – состоятельные. Написано, неплодную – вводят в дом рождающую. А написано, что дети богатых – они просят милосты. Жизнь непредсказуемая с позиции человека. Вот почему держаться за Господа, полагаться на Господа. Делать, что я могу сделать, а результат – ожидать от Него. В моей жизни, знаете, я никогда не забуду, когда бабушка нас выручала, с моей сестрой. Мы пять человек жили в одной комнате. Барак и пять человек в одной комнате. И когда появилась квартира, где было две комнаты, это уже был рай. Это вот такое представление, что мы уже в раю. Есть где помыться. И кухня отдельная. Это фантастика просто. Я помню, когда мы только поженились, мы с Тамарой шли по Молдавской улице, смотрели. Я сейчас понимаю, молдавское жилье, молдавские дома, ну, такое оно. Мы смотрели с такой глубокой жаждой, нам бы хотя бы крышу над головой. Вот так, чтобы навесить был бы. Это был предел мечтаний. Сегодня у меня есть возможность купить дом в Молдавии, я не собираюсь там покупать. Понимаете? Понимаете, что происходит? То есть, Господь дает, Господь. И ценность веры, она как раз в том, чтобы человек радовался и принимал, когда Бог дает, и не роптал, когда у него есть какие-то в жизни лишения. Это наша суть, сущность нашей веры. Это христианство. Такое практическое, как вы говорите. И в заключении нашего урока, все-таки немножко про Исава. Не хотелось бы о нем вообще говорить, но где-то мне этот человек импонирует. Он мне нравится. У него вот свой стержень. И жизнь Исава, вот вообще вот его. Иаков для меня как-то вот он более чужой. Да. Иаков такой какой-то вот домашний, какой-то вот он без инициатив. Очень жертвенный, но дружить с Иаковым у меня бы, не получилось. Он слишком христианин такой вот. Да. А Исав, мне понятно, Исав. Пожалуйста, про Исава. Стравильный. Исав был любимым сыном Иакова, потому что он охотником был, тот, чтобы истребил Иакова, когда и занимался. Он был домашним, сыном шатра, а этот приходил, рассказывал историю, убил, догнал, зарезал животных. Я уже пожалел, что я сказал, что мне нравится Исава. И он пишел в Саркопе очень голодным. Это история. Благодарю, сестра. Так, друзья, простите, это история. Это история. Скажите что-нибудь доброе про Исава. Он был охотником. Он любил нас больше. Он был охотником. Собратья, он был охотником, да, совершенно верно, он был охотником, но нужно понимать, что такое еврейский охотник. Он не убивал животного стрелой там где-то издалека. Еврейский охотник это человек, который должен был, почему животное становилось не кашеком, но еврейский охотник это тот, который должен был живого поймать. Живого. Да, согласен он? Он очень боялся обидеть своего краса. И он настолько, вот это, это ему была заслуга такая, он настолько угаслял его настоящего, что даже задавал вопрос о духовной, о духовности, о позиции. Которые ему не были интересны. А, ну это не интересно. Папа рассказывал ему все, но он любил. Но он не хотел его, чтобы он его любил и почистал, его почистал. Да. Вы смотрите, хорошее. Мы нашли про Исава. Еще кто-нибудь что-то скажет про Исава хорошее? Да, пожалуйста, сравните. Он был мужик. И не страшно, что он связал свою судьбу. Ну, стоит заметить, что он не с одной связал судьбу. Но он на всех хватил и все были довольны. Исав был мужик. Хорош, интересный урок. Слушайте, вообще страшная судьба. Еще. Но он все-таки не мстил ему. Пожалуйста, стань. И еще он был достаточно богат. Он знал, что его жены все понимал. И вот самые крутые свои одежды хранил у мамочки в шкафахе. Хорошо, хороший момент про Исава. Разумно про Исава. Но все-таки, а почему не стоит равняться на Исава? Почему все-таки назвал он нечестивцем? Пожалуйста, ты так вздохнул, наверное, мысль пришла. Скажи. Ну, потом Исава, это же Малик. И они знали вообще сказание, что евреи должны было дать землях Тааны. И как только они вышли из Гитты и отмечались, Малик сразу пришел у них эту землю забрать. То есть, зная, что вот сейчас они уже были в авторе, я придумал, их в авторе, отдавшись за других, спокойненько, как и в этот момент, потому что они отработали. Интересно. Брат Валерий, сейчас, секундочку, по очереди. Брат Валерий. Названо частицем в том случае, когда Дух Святой скучит в сердце человека и предлагает ему изменить образ жизни, образ мышления, ну, и все полностью. Но человек отворачивается от этого до всего и он уже становится возле отечествием. Так, Зоя, секундочку, все по очереди. Ну, потому что он полагался только на себя, на самом деле, что у нас, когда, а Рома и не полагался, он вообще не вошел в очереди, он был очень интересен, совершенно не интересен. и он был очень интересен. Да, но Исава нельзя равняться, потому что он считал, что все зависит от него и вот маленький такой Бог такой, вот он все решит, все вопросы. Как было сказано, настоящий мужик, да? Извините, по очереди, пожалуйста, здесь я уже, конечно, добавила, Зоя сказала, единственное, что могу добавить, о том, что человек должен, вот я могу, например, писать пример жизни, добавить, что я, когда работала в Москве, у меня было такое, что, как бухгалтер, я до утра работаю и мне говорят, там, Танечка, надо покушать, ты знаешь, что здоровье, так, да, да, но я должна была все сделать. И когда со здоровьем появились проблемы, когда я в кому впала, вот это для меня, конечно, Господь сказал, мне, Танечка, да, вот ты теперь иди, отдыхай, восстанавливайся со здоровья, теперь понимаешь, уже сколько времени, я говорю, Господи, я знаю, что я виновата, не могу никого обвинить, я виновата в том, что я должна была прислушиваться к своему, ну, что мне нужно, например, там, все бросить, все там, пойти, там, поесть, в первую очередь, да, да, единственное, что для меня была поддержка, Александр, это молитва, которую я поставила, что Господь для меня был на первом месте, что утром молился, и оставлял единственную дневную молитву, это тоже для Бога, и молилась, говорю, Господи, как мне тяжело, здесь, но я не знаю, что мне делать, и все даю в твои заботливые отцовские руки, потому что в такой обстановке мне было очень тяжело. Благодарю. Вот теперь я понял, почему я никогда не впаду от работы в школу. Обед по расписанию. Братик, у меня такой вопрос, почему у таких праведных родителей родился и вырос такой сын, как Исаф, почему Исаф стал Исаф? я пришел и ответил. Ну почему? Ушил бы его. Ага. Ну почему? Ну, прилипи, потому что его желание для него было не важнее. Нет? Это последний. Желание. Желание. Потому что отец его любил больше, чем младшего. Последствия. Почему он родился таким? Он родился таким? Он не просто воспитан. Почему он родился таким? Бог волен. Ну, надо Бога это. Бог. он, 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 Друзья мои, давайте мы честно скажем, есть некоторая тайна, связанная с жизнью, и тайна, связанная со смертью. И давайте не будем стремиться к тому, чтобы объяснить все тайны. Мы исходим из данности, того, что есть, и что мы можем наблюдать. А вот момент предположения остается и должен всегда оставаться за кадром, и нам не должно быть стыдно сказать, я не знаю. Поэтому, почему этот человек вот родился именно таким? Давайте честно скажем, я не знаю. У него такой корень души. Но, есть два понятия. Есть понятие карма, все знают слово карма, то есть то, что из... я таким родился. Ну, что вы со мной сделаете? Я такой родился. Это карма. Это предмет животного рассуждения. Может ли человек менять свою карму, свою судьбу? Может. Может. И должен. Потому что, если мы будем идти на поводу только того, кем мы родились, и что мы унаследовали, то я бы сегодня не сидел бы здесь, и, может быть, уже и в живых бы не был, по порочности своего рождения. То есть мы можем менять корень души? Мы можем. Корень души у нас у всех очень хороший, но мы можем менять переподключение своей души. Переподключение. То есть мы можем переподключить момент, откуда я получаю жизненную энергию. Вы изучали Танью, да? Мы можем получать жизненную энергию от клепа от ног, а мы можем получать свою энергию от силы инсов. Инсов. Непосредственно. То есть прямое подключение. Зависит от нашего выбора. Зависит от практики. Зависит от того, что я не хочу, не хочешь, а не хочешь, я осознаю на уровне сознания. Я должен это сделать. И автоматически происходит переподключение. Автоматически, да? Автоматически, да. Автоматически. Это нужно что-то делать? Конечно. Когда я практикую, происходит автоматически переподключение души. Я получаю совершенно другой потенциал жизненной энергии. И, видя результат, я укрепляю свой выбор. Делаю, написано, сделайте ваше основание тверже. А бывает, что интересно вообще, откуда я получаю свою жизненную энергию. И у меня может идти такая муть, такой характер. Или, ну, что я сделаю? Я же... Я родился в такой, что вы от меня хотите? Да? У меня характер такой. У меня тяжелое детство. Деревянные игрушки были. Генетика. Генетика. А? Да, генетика. Да. Знаете, я вам сплету лапки, почему я так делаю? Генетика. На самом деле, я так делаю, потому что мне это нравится, я не хочу в своей жизни ничего менять. Вот все вам ответил. Да. Я рассказывал этот опыт и в оставшиеся две минуты поделюсь. Я приехал в один уральский город, где встретил глубоко несчастную сестру, верующую христианку. Глубоко несчастную. Она буквально сплошное олицетворение опыта. Ропота. Я говорю, сестра, что с вами? Ну, все, темное лицо, она говорит, я погибаю. Что такое? Безвыходность положения. Мне климат не подходит, я 30 лет там на заводе проработал, я просто погибаю. Я так остановился, а мы у нее в квартире были. Говорю, сколько стоит ваше... А, а там было, вам хорошо, вы в Крыму живете. Говорю, сколько стоит ваше жилье? Ну, где-то до трех миллионов. Я говорю, сестра, продавайте вашу квартиру. Есть возможность продать? Да. Переезжайте в Крым. За эти деньги вы купите квартиру, и на оставшиеся деньги большую грузовскую шляпу. Вот такую вот. И по набережной. Туда, сюда. Туда, сюда. Пенсию хорошую, заработала. Она посмотрела на меня, как она ненормальна. Почему? Для нее сама идея, перемены, ее жизни, образа жизни, местные жизни, это хуже, чем смерть. Понимаете? Она умирает вот там, вот, 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 вот. Для нее это естественно. Ропот, недовольство и страдания, это ее кайф, это ее удовольствие. Она в этом дерьме, она привыкла ей, она без этого жить не сможет. Мазокизм. Она приедет сюда, то же самое. Понимаете, что произошло? И для нее сама мысль, как это? Это здесь, в Крым, да? Шляпа, грузу встану. Понабежно. А страдать я где буду? Не виние, не встать. Абсурд какой-то. Вот этот момент переподключения души, что очень часто мы настолько свыкаемся с нашим, вот, тем, что нам привычно, что любой момент изменения, а слово покаяние, это изменение, а обращение, это изменение, а обновление духом ума, это изменение, а любая реформа, которой мы касаемся, ведь это изменение. Мы сегодня учим, как одеваться, как питаться, ведь это не момент кушать-не кушать, это вот здесь осознание, в первую очередь. И для человека страшно не то, что он практикователь, а страшно сама мысль, я буду уже не я. Можно? Да, и последний комментарий на это. Вот, единственное, что, как написано, на двух заповедях основывается весь закон и пророки, да? И вот заповедь говорит, любовь говорит, люби Господа Бога Твоего всем сердцем, всей душой, и люби ближнего, как самостоятельно. Но хоть раз из нас кто-нибудь задумался, что значит любовь? Как написано в Библии? Любви говорит, нет страха. Совершенная, говорит, любовь, она изгоняет страх. Поэтому человек, когда в семье находится, он всегда должен задуматься, что значит «я тебя люблю». В любви, говорит, нет страха. Человек переносит все, говорит, испытания вместе. Человек говорит, и что, говорит, мы, а что значит любить Александра Бога? Что ты, говорит, готов ради него делать? Вот здесь человек будет меняться тогда, тогда, когда он будет ради другого человека, которого он действительно любит, так же, как и ради Бога. И именно эти изменения будут происходить. Когда, когда человек... Сестра моя, я согласен со всем, что ты говоришь. Абсолютно. Но мне попалась на глаза сестра Наталья Химченко. И она мне подарила великую мудрость. Вам не понять. Вы не любили. Есть две любви. Есть любовь, когда я должен любить. Мне это не нравится. Это вы слишком. Это крайность. А есть момент, когда меня должны любить. Скажите честно, где лучше? Что больше душу греет? Две разные вещи. Это две разные вещи. Вы мне рассказываете про семью. Что ближе? Когда меня любят. Поэтому, когда меня любят, это нормально. Но когда мне надо любить, это крайность. Простите. Мысль понятна, да? Да. Да. До сих пор, друзья. Хорошо. Но то, что сказала, вот это и есть христианство. Когда человек готовится учиться тому, чтобы любить кого-то. Любите, давай. Меняйте. Меня не любят, людей.